В конце сентября в Нижнем Новгороде при участии делегации из 30 регионов прошел очередной конгресс народов России. В конце его работы выступила Светлана Лебедева, руководитель ансамбля «Славяночка» из Твери, сказавшая буквально следующее. «Хорошо, что много уделяется внимания и финансируется сохранение культуры народов России. Но было бы еще прекраснее, если бы и культура русского народа поддерживалась так же, как и культура всех остальных народов страны». Читатели, возможно, согласятся со мной, что формулировка эта максимально деликатная, даже, пожалуй, чрезмерно деликатная. Что ж, давайте вспомним хотя бы то, что недавняя статья академика Валерия Тишкова в «Известиях» уж такая осторожная. Он всего лишь сказал, что русский язык – это язык Толстого и Достоевского и всегда будет иметь особое значение для России. Тем не менее, вызвало в Татарстане обвинение академика в пропаганде языкового превосходства. Так, может быть, надо выбирать формулировочки еще более тщательно, под микроскопом, словно по минному полю идешь, а то и вовсе промолчать про русскую культуру. Все ведь пока местучат русский язык в школах. Это единственный язык, который звучит на всей территории России. А это, вероятно, значит, что с русской культурой все хорошо. Думаете, молчание поможет? Еще больше укрепит национальные отношения в России? Среди участников Конгресса в тот день был исламовед Раис Сулейманов. Вот как он воспринял слова Светланы Лебедевой. Говорила она это очень аккуратно, тщательно выбирая слова, чтобы не дай бог никого не обидеть, и чтобы акс-сакалы из национальных автономий не посмотрели косо, пытаясь вежливо донести простую мысль, что национальная политика в России должна выражаться не только в поддержке культуры национальных меньшинств, но и в необходимости сохранять и финансировать развитие культуры русского народа, ведь этот народ такой же коренной, как и другие народы России. Мне немного было как-то грустно смотреть на это. Представителям государства образующего народа необходимо доказывать, что он коренной этнос в своей стране. Сулейманов честный человек, и ему грустно. Он даже называет Лебедеву смелой женщиной. Но давайте мы тоже будем честны, смелостью это может показаться только на сложившемся крайне неблагоприятном фоне. «Русские не должны доказывать, что они такой же коренной народ». Любое доказательство аксиомы ослабляет аксиому. Она перестает быть аксиомой. То, что русские – коренной народ России, это абсолютно бесспорно. Краеугольный постулат ее существования. Но если это аксиома, то это не значит, что о ней нужно хранить удовлетворенное или деликатное молчание. Напротив, ее нужно произносить снова и снова на всех уровнях, помня, что именно на этом краеугольном камне держится Россия. Конгресс народов России Звучит весьма торжественно. Но это множественное число народов собирается вместе до тех пор, пока есть Россия. А Россия, повторим вновь, есть до тех пор, пока есть ее основа – русский народ. И всякий человек русской культуры имеет безусловное право встать и сказать о русской культуре в полный голос. Если у русской культуры нет такого права, то нет России, нет Конгресса, а есть жутковатый и гротескный делящий ресурсы между собойчик. Источник о русской культуре шепотом автор Татьяна Шабаева Литературная газета номер 44 Свежий номер 2019 год Комментарий под этой статьей на сайте Литературной газеты Борис Митяшин То положение, в котором сегодня в России находится коллективное русское самосознание, началось в 1917 году, когда история России до 1917 года была объявлена тюрьмой народов, а русскость – великодержавным русским шовинизмом. Поэтому после победы в гражданской войне идейных интернационалистов над русским тысячелетним государством в новом государстве СССР русские, в отличие от всех остальных национальностей, потеряли юридическое лицо и право на коллективное национальное самосознание. Для русских только советское. Все остальные народы и субэтносы СССР наоборот, получили национальную государственность с соответствующими институтами и всемирную поддержку центральной власти для ее развития за счет материальных и интеллектуальных русских ресурсов. Большинство из них получили ее впервые в своей истории, причем всегда и на землях, подавляюще населенных русскими. Некоторые не имели ни национальной самоорганизации, ни даже собственной письменности. Это делалось с очевидной целью окончательного политического ослабления обезглавленного русского большинства. Лениным и его интернациональной кодлой для укрепления своей власти в русской России была создана империя наоборот. Они прямо писали, что русские, как бывший народ-угнетатель, должны быть поставлены в неравное положение с другими народами Бухарин и другие. В результате все населявшие Россию народности, завоеванные русским государством или присоединившиеся к нему добровольно, даже и не помышлявшие об отдельной от русской России государственности, помимо бережно сохраняемого в бывшей России этнокультурного самосознания, не только получили самостоятельное юридическое лицо, но и возгонку собственного государственного национализма. И СССР во всю свою историю официально холил и лелеял все национализмы, кроме русского, и прибалтийский, и украинский. И тем самым укрепляли их движение к будущему сепаратизму. Вот что пишет о положении русских в Литве, о позднем СССР и об отношении к ним местного населения Лев Анинский. Русские плюс. Алгоритм. 2001 год. Я ведь прекрасно понимаю, чем вызвана отторгающая реакция литовцев. Вы отталкиваете от себя ни Толстого, ни Пушкина, ни великую русскую культуру, и даже ни нынешнюю культуру русских, как недалека она от классических заветов. Вы отталкиваете наши бескультуре. Вы отталкиваете наше хамство, нашу беспардонность, наш нахрап, нашу манеру все делать скопом, всем миром, а чаще всем миром ничего не делать. Вас приводит в ужас лимитах, лынувшая и в ваш край поселки со стандартными безликими пятиэтажками, над которым стоит еще и пятиэтажный мат с выбитыми по праздникам стеклами, с похабщиной на заборах, с барачной психологией, въевшейся в души людей. В вашем сознании это русские. Они заслоняют Пушкина и Толстого. Да, все правда. И разве не так было? Это результат коммунистической геноцификации русского народа. И мы только начинаем возвращаться к себе, к осознанию ценности русской национальной общности. На официальном уровне это пока выражается только в русской риторике с высоких трибун во время государственных праздников. А все СМИ по своему культурному вектору остаются советскими, антинациональными, нерусскими, как бы татар не унизить. И Россия его усиленно развивает, как СССР, Украину. Спросим, где средний уровень жизни выше, в Татарии или в исконной русской Тверской области, а в Чечне. Мало того, государство мазохистски содержит даже откровенно русофобские СМИ, а потому что помощник президента Песков лучший друг омерзительнейшего радио уха Венедиктова. Юридический РФ это микро-СССР без русского объединения. Политически 80% русских в России по-прежнему ноль, а 20% национальных образований все сто. Нам в будущем неизбежно нужно менять существующее конституционное положение. Россия тысячелетнее русское государство, в котором не должно быть внутреннего государственного деления, а только этнокультурное и экономическое. Иначе на новых поворотах истории нас ждут новое потрясение. Вот такая вот статья в литературной газете и комментарий под этой статьей на сайте. На этом все. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Редактор субтитров